Уважаемый зритель! Комментируя сообщения СМИ о том, что российские рынки в настоящее время крышуют два криминальных авторитета, в прошлом заклятые враги Ровшина Джанева, Ровшина Лянки Аранского, вора в законе Вагиф Сулейманов, дипломат, и Надир Салифов. По ее словам, она не посвящена в криминальной разборке своего постоянного клиента и интересуется только его юридическим статусом, что по сути является предметом защиты. Просто во время встречи с ним при обсуждении очередной информации российских СМИ Салифов признался, что все эти разговоры о контроле над российскими рынками не имеют к нему никакого отношения. Ему даже стало смешно, когда его имя связали с рынком зелени, сказал адвокат. Если верить сообщениям СМИ, массовая доля торговли на рынках, в том числе рынков сельхозпродукции на всем постсоветском пространстве всегда принадлежала и принадлежит легиону азербайджанских коммерсантов, которые своими доходами щедро делятся со своими немногочисленными ворами в законе. Между тем, по словам адвоката, это единственное, что и известно о связях и роли Салифова в криминальном мире. Год назад Грузия документально подтвердила гражданство Салифова. Более того, правоохранительные органы Грузии обратились с запросом в Министерство юстиции и араб экстрадиции Салифова на родину для дальнейшего отбывания наказания, поскольку родственники заключенного не имеют возможности видеться с ним, сказала Алиева. Отметим, что все это время Салифов не имел удостоверения личности гражданина Азербайджана. Более того, миграционная служба Азербайджана подтвердила информацию о том, что он не является гражданином Азербайджана. У Лоту Гули имелся только паспорт советского образца. С паспортом гражданина СССР уроженец Грузии Салифов угодил в 1995 году в тюрьму, а в 1996 году был осужден на 27 лет по обвинению в вымогательстве, похищении людей и незаконном хранении оружия. Затем Салифову добавили срок за то, что он в период 2001-2004 годов, сидя в тюрьме, насиловал женщин. По материалам следствия, в мае 2001 года Салифов оскорбил личности достоинства одного из заключенных, проигравшего ему в карты 280 тысяч монатов. Якобы Салифов позвонил по мобильному телефону жене проигравшего и, пригрозив убить мужа, вынудил ее прийти в колонию номер 6. Незаконным путем он провел женщину внутрь и неоднократно изнасиловал ее. Также установили, что Салифов во время своего содержания в колониях номер 6 и 16, а также в габустанской тюрьме закрытого типа с помощью брата-мужфига добился привода туда восьми женщин, имена которых известны следствию. В специальных помещениях, незаконно предоставленных для него должностными лицами учреждений, Салифов насиловал их и даже привлек к этому делу других заключенных. Тогда адвокаты Салифова заявили, что материалы дела сфальсифицированы с одной единственной целью – продлить срок заключения Лоту Гуля. В свою очередь приближенный к криминальным кругам информированный источник сообщил спутник Азербайджан, что Салифов действительно не контролирует рынки России, но отношение к ним все-таки имеет, чем частично подтвердил слова Алиевой. Он один не крышует рынки, потому что они имеют достаточного веса. Салифов всегда при ком-то. Нет ни одного крупного объекта, который принадлежал бы исключительно Гуле. То, что вы сейчас наблюдаете в СМИ, это попытки криминальных авторитетов установить свою сферу влияния, сказал источник. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк. Спасибо. 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 Спасибо.